За возможность посетить ваш замечательный город в такой замечательной погоде, такой замечательный день. Я благодарю вас за ваше гостеприимство. У нас был прекрасный вечер, как сказал Майкл. И сегодня я хотел бы поговорить об идиологии гестационно-терапевтической болезни, о генетических аспектах и некоторых патологических моментах. Так что я извиняюсь, если здесь есть патоморфолог, поскольку я не морфолог. Я думаю, что у меня будут некоторые общие моменты с предыдущими докладами. Вот, собственно, план моего сообщения. Мы поговорим сегодня о классификации, гестационно-терапевтической болезни, поговорим о ее частотности, то есть заболеваемости, факторах риска, генетических моментах, патоморфологии. И также о типах гестационной терапевтической болезни, хорикарциномии. И также о типичных терапевтических опухолях. И также мы поговорим о басроемой гестационной и негестационной опухоли, и почему это важно в прогностическом смысле. Итак, гистационная трофобластическая болезнь – это спектр нарушений или патологии беременности, которые происходят в следствии нарушения пролиферации трофобласта. Имеются раковые формы, это частичный полный пузырный занос, имеются злокачественные формы, в частности инвазивный пузырный занос, гистационный хорикарцинома, трофобластические опухоли, или плацентарной площадки, эпителиоидно-трофобластическая опухоль. Также имеются опухолеподобные состояния, в частности, это избыточная реакция плацентарной площадки, узелки плацентарной площадки и недавно распознанное нарушение, как атипичный узелок плацентарной площадки, у которого имеется небольшой риск трансформации в опухоль плацентарной площадки. И мы должны понимать, что где-то 60 лет назад женщины однозначно погибали от злокачественных форм этого заболевания. И это на самом деле было связано с улучшением диагностики, связано с 98% излечивания, связано с улучшением диагностики и также централизацией терапии таких пациенток, и развитием эквестивных методов химиотерапии, эффективных схем, и использованием ХГЧ в качестве биомаркера. Итак, спектр заболеваний представлен также на этом слайде. Слева вы видите предраковое, предзлокаченное состояние, в частности, получастичный пузырный занос, который может трансформироваться в гистационную тромболатическую неоплазию с риском трансформации выше в случае полного заноса по сравнению с частичным. Также имеется инвазивный занос, гистационная хорикарцинома, и также имеются формы, соответственно, имеются формы эпидолиоидной и троптической опухоли, троптической опухоли в пациентальной площадке. И это может быть связано, скажем так, с наличием беременности в анамзе, а не просто с наличием в анамзе пузырного заноса. Итак, имеется колебание заболеваемости пузырного заноса во всем мире. Частота идет от 6 до 110 случаев в год на 100 тысяч беременностей в Европе и Северной Америке, и существенно выше частота в Среднем Востоке, странах Азии и Африки. И географическое распределение соответствует такой же для гистационной хорикарциномы, в частности в Европе и Северной Америке, частотность от 2 до 7 беременностей на 100 тысяч, и существенно выше опять в странах Среднего Востока, Африки и Азии. И эти цифры могут быть связаны с некоторыми методологическими сложностями в получении диагноза, может быть различие распространенности, и также различие между различными клиниками и популяционной статистикой. Есть различия, могут быть сложности с различными гистологической классификацией и отсутствием, скажем так, централизованной патоморфологической оценки. Итак, в Великобритании, к счастью, у нас имеются национальные регистры. С 73-го года все пациентки с пузырным заносом при беременности, они регистрируются в одном из трех скрининговых центров. Соответственно, частотность полного заноса в Великобритании 1 на 1000 беременностей, и риск трансформации в гистационную трансформатическую невоплазию составляет порядка 15%. Частотность численного заноса, честно говоря, выше 3 на 1000, но у нее существенно ниже риск злокачественной трансформации, менее 1%. Кариокарцинома встречается в одном случае на 50 тысяч беременностей, и более редкая форма, это соответственно, трансформатической области, центральной площадки, менее 0,5% из всех трансформатических случаев трансформатической болезни. Итак, полный занос, как плавил на, манифестируется на ранних этапах беременности с кровотечением. И симптомы, о которых говорили ранее, такие как анемия, и преклопсия, и прочие, они сейчас существуют раньше, и это встречается с тем, что эти пациентки диагностируются где-то на ранних сроках первого триместа, а не в конце второго, когда уже появляется вся эта симптоматика. Пузырный занос – это положение трофобласта, которое характеризуется отеком ворсинок, образованием вакуолей, и оно может разлетаться полным или частичным пузырным заносом в зависимости от кориотипа и его манифестации. И при полном заносе на УЗИ можем видеть и гетерогенное образование в полости матки, и частичный занос, как правило, растет мельче, чем полный, и манифестируется на поздних сроках первого триместа и в начале второго, но также он представляется кровотечением или риск, или, скажем так, наличием угрозы выкидыша. Каковы же факторы риска развития тропластической болезни? И есть факторы, которые хорошо описаны, это возраст матери и наличие заноса в анамнезе. Есть другие факторы риска, которые все описывают в литературе, в частности, количество беременности и родов, группа крови матери, использование коков, и факторы, связанные с образом жизни и окружающей среды, но эти все факторы, не, скажем так, оставшиеся факторы, эти вот четыре, последние четыре, они, по ним нет от кончательных выводов. И вот порядка 9500 случаев поздравления заноса заинтересованы в клинике Чарлинг-Кросс, и в большинство случаев, 80% из них, зарегистрировались у пациента к возрасту от 18 до 40 лет, 4-4% встречались у подростков, и 2,8% у женщин, 2,8% у женщин старше 45 лет. Возраст матери – это хорошо известный фактор риска, и опять же, вот этот график показывает, что имеется нарастание риска пузырного заноса с повышением возраста. Однако, на самом деле, это связано с полным пузырным заносом. Имеется умеренное повышение частоты частичного заноса по различным возрастным группам, и видите, что для полного пузырного заноса риск увеличен от 13 до 18 выше, чем для пациенток с 18 до 40 лет. Однако, далее мы видим, что старше 40 лет имеется значимое увеличение риска. Соответственно, 7% для пациентов с 45 лет, и этот риск далее очень быстро расстроит, до практически 16% у пациенток старше 50 лет. И это действительно замечательная работа, опубликованная группой из клиники Чарринг-Кросс, и они изучали пациенток, которые были зарегистрированы в клинике Чарринг-Кросс за 20 лет. Порядка 60 тысяч случаев было проанализировано, и здесь, и в последующей беременности. И было показано, что в случае полного пузырного заноса риск повторного пузырного заноса составляет 1 на 100, и обычно это связано, опять же, с развитием полного заноса. Однако, если было два случая пузырного заноса в анамнезе, то риск развития третьего заноса составляет 1 на 4, то есть 25%, и, опять же, практически всегда это полный пузырный занос. В случае частичного пузырного заноса имеется очень небольшое увлечение риска для второго заноса, и риск, он чуть больше, чем в два раза превышает риск стандарта популяции. И было показано, что 1 на 640 женщин зарегистрирована в своем состоянии, у них имеется семейная рецидивающая форма пузырного заноса, о чем я поговорю попозже. Но это важно понимать, и нужно, скажем так, проводить генотипирование тканей заноса, если у женщин, у которых было 2 или 3 пузырных заноса, и это связано с тем, что у них может быть вот этого состояния. И, соответственно, здесь в случае планирования беременности им лучше проводить с ЭКО, с донорским эмбрионом, для того, чтобы достичь нормальной беременности, поскольку самостоятельно у них это невозможно. Далее, на этом рисунке показана нормальная схема зачатия, и вы видите, снизу мы видим генетическую структуру в случае частичного заноса. Итак, частичный занос наблюдается, особенно когда нормальная яйцеклетка оплодобляется двумя сперматозоидами, и мы получаем, соответственно, треплоидную клетку, и, соответственно, тройной набор хромосом, соответственно, двое из которых идут или получаются от отца. Это отличается от полного заноса, который является диплоидной. Обычно это происходит в ситуации, когда яйцеклетка оплодотворяется единственным сперматозоидом, у которого взаимодваивается ДНК, и в 20% случаев это будет связано с оплодотворением двумя сперматозоидами. Итак, это диплоидная зачатие, имеется два набора, в итоге мы получаем два набора отцовских хромосом с отсутствием набора от хромосом от матери. И, как я уже упоминал об этом синдроме, это семейно-рецидивирующий синдром семейно-рецидивирующего пузырного заноса. Это похоже на полный занос, однако в данной ситуации полный пузырный занос в этом случае диплоидный, однако не все, и на самом деле это набор хромосом, который получается от матери, один, соответственно, от отца, бипарентальный, и это связано с аутосомно-рецидивной мутацией в двух хромосомах, чаще всего хромосома, это мутация на ЛРП-7, на 19-й хромосоме, которая сейчас в 80% случаев, и так, KHD-C3L, 5% случаев связанных с мутацией в хромосоме 6-й. И, как же говорил, очень важно понимать, что если была пациентка с тремя случаями полного пузырного заноса, очень важно провести генетический анализ, поскольку это может повлиять на дальнейшее планирование беременности у данной женщины. Итак, гистанционно-тропластическая болезнь, и источник является плацента. Поэтому давайте посмотрим на физиологию трофобласта. Итак, трофобласт можно разделить на три группы скриптоклеток, это цитротрофобласт, энцитититотрофобласт и промежуточный трофобласт. И на ранних этапах гистации цитротрофобласта на поверхности ворсинок происходит дифференцировка на два каскада, на каскадах, скажем так, вне ворсинчатой и ворсинчатой. И ворсинчатый трофобласт, он дифференцируется на сцититотрофобласт, в котором отсутствует прогрессивная активность. Вторая зона трофобластической трофобластической дифференциации происходит в ложе плаценты на плацентарной площадке, где яйцеклетка, скажем так, погружается в эндометрий и здесь цитротрофобласт, дифференцируется на промежуточный трофобласт, который затем интеллектрирует дезицидуальную оболочку миометрии и далее организуется, далее он участвует в организации кровотока между плодом и матерью. И, соответственно, более типичные формы, такие как плацентарная опухоль трофобласти, эпитолиальная трофобластическая опухоль, они исходят из вне ворсинчатого или промежуточного интерстициального исходительного трофобласта. С точки зрения патоморфологии полный эпизодный занос может быть таким образом, макроскопически, его вид зависит от гестационного возраста, мы можем увеличить увеличенную матку, которая у меня здесь справа, на полную вот этой вот массой, напоминающей виноград, и они представляют собой визикулы из отечных ворсин хориона и с отсутствием плода. С точки зрения гистологической картинки, имеются классические картинки полного заноса, мы видим увеличение отечных ворсин, сообразование центральной цистерны, и также имеется диффузная гиперплазия трофобласта, и также имеются остатки корректической измененной стромы, также имеется выраженная АТП вне ворсинчатых ворсинчатых структур, и усиленная, скажем так, пролиферация в зоне инфляционной площадки. И также, как же говорил, при полном пузырном заносе можем его наблюдать на дальних этапах первого триместра, и диагноз становится существенно более сложным, поскольку гистологически признаки могут быть не так выражены. В целом ворсин хориона может быть значительно меньше размера, и может быть отсутствовать цистерны, они могут иметь форму капусты, может быть фокальный или диффузный гиперплазия трофобласта, также можем наблюдать стромальный муцин, могут быть остатки ядерных структур, и опять же, все структуры могут присутствовать и при частичном зоне. Соответственно, имеется целый ряд диагностических проблем, и некоторые проблемы могут ухудшить, сложить диагностику, в частности, наличие некротических или субнормальных хориона ворсин, и также ограниченный объем материала в полученном биопытате, и тогда мы можем даже предположить, что имеем дело с хориокарциномой. В частности, микроскопическая картина, макроскопическая картина частичного заноса, возможно, может быть, отсутствуют эти микроскопические признаки малярной ткани с пузовым заносом, однако на гистологическом имеется две четких популяции хорион, ворсин, отечные, увеличенные ворсины, и маленькие скелетические землянные ворион, и, может быть, и мы также можем видеть фокальные окружные зоны трофобластической гиперпелазии, которые могут быть осознать диагностику, также могут быть отсутствовать кровенососуды, и могут быть включения нормального трофобласта, и это, соответственно, здесь могут быть проблемы с диагностикой от полного заноса. Вот на этом слайде замечательно резюмируются гистологические и хромосомные различия между частичным и полным пузырьным заносом, однако мы не уверены, можно ли использовать современные техники, которые помогут вам поставить однозначный диагноз. И для того, чтобы поставить корректный диагноз, почему это важно, поскольку это напрямую влияет на терапию и тактику ведения пациента, мы знаем, что рейхстрансформации при полном заносе составляют порядка 15% в злокачественное образование, и в такой ситуации в Великобритании исследований протокола. Если ХГЧ нормализуется в течение 56 дней, то мы выводим женщин из-под наблюдения через 6 месяцев после удаления заноса. Если ХГЧ требуется больше, чем 56 дней для нормализации, мы прекращаем наблюдение через 6 месяцев после нормализации, то есть это несколько более длинный период наблюдения. Частично. Почему мы сокращаем наблюдение при полном взносе? При частичном период взноса несколько раньше, например, облидение после двух нормальных биоптатов. И, соответственно, это важно, поскольку позволяет женщине повторно попробовать забеременеть. Различие беременность с пузырным заносом и в зависимости от типа, между частичным полным заносом также очень важно, также нужно различать нормальную беременность без перечисленного заноса и беременность с пузырным заносом, поскольку это также влияет на тактику ведения такой пациентки. И это подчеркивает значимость экспертной патоморфологической оценки. Мы знаем, что при анализе данных беременностей, прерванных на первом месте без пузырного заноса, это важно, и зачастую такие ситуации ставятся, мы можем это сделать существенно раньше, и как беременность удаления, и вакуализация форсин может быть неполной, может быть присутствует сосуды, мы можем считать, что это частичный занос. И, кроме того, хромосомные нарушения также могут очень сильно напоминать частичный занос. И здесь статья, которая показывает нам, что если имеем дело с экспертом-патоморфологом, который оценивает стекла, в которых был поставлен диагноз частичного заноса, они на самом деле подтверждают диагноз только в 50% случаев. И нам, соответственно, требуются дополнительные тесты, более совершенные тесты для диагноза. В частности, дополнительные тесты включают такие тесты, как иммуногистохимия на P57, и анализ плойности, иммуногистохимия на P57, она очень важна, и она говорит о следующем, что небольшое количество, которые импрентируются, то есть они экспрессируются с материнской или с родительской копией генов, и, соответственно, гены из P57 экспрессируются на материнских хромосомах, и он на препарате окрашивается коричневым, и здесь мы видим слева, на левых снимках слева мы видим, здесь при полном пузырьмозаносе эта окраска отрицательна, и здесь есть, и мы должны быть, чтобы P57 неапринтироваться в неверсичном травмобласте, и справа мы видим, что здесь имеется четкая окраска на P57, даже в частичном заносе, это признак частичного заноса, и P57 положение также в нормальной пациенте, и также на эксплуатности и фиш может быть полезен, который позволяет нам раздалить 3 и 2 диплоидную плод, однако он нам не всегда помогает лечить случаи, скажем так, невынашивания без пузырьного заноса. И эта работа опубликована патологами из Шеффилда, которая показывает значимость использования анализа плодности и тестов на P57 для уточнения диагноза и сравнения его, скажем так, с центрально поставленным диагнозом. Итак, мы уже говорили об этой технике, и это генотипирование микросателлитов, и это позволяет нам ставить диагноз на трофобласти. Соответственно, откуда мы, от какого родителя мы получаем генетический набор. Это анализ коротких тандемных повторяющихся последствий ДНК. Справа мы видим методику, которая используется для этого. Я хотел бы показать Розмари Фишер за этот слайд. То есть это образцы, получаемые от ткани матери и варсинхариона. Далее готовится ДНК, и они далее амплифицируются, используя ПЦР. Здесь мы видим в левой колонке, имеется сверху ДНК матери, и материал от варсинных плаценты снизу. Видим, что ДНК матери и плаценты хриона показывают сходную аллель. Также имеется отцовский аллель. И поскольку диплоидная структура, это, соответственно, беременность без заноса, слева мы видим триплоидную структуру, и мы видим материнское ДНК, и два аллеля, и три, соответственно, фика от новостинхариона. И, соответственно, это триплоидная. Этот материал, соответственно, триплоидный. И, соответственно, гистерационно-тропатическая амплазия, это, скажем так, раковое заболевание, которое встречается примерно в одном случае на 50 тысяч беременностей. Как правило, он манифестируется кровотечением, выраженным повышением ХГЧ, и зачастую его осложнение является метастазированием. В частности, могут быть метастазы в мозг и прочие органы. Макроскопически мы видим с ним эксперимент, это может быть одна или несколько пухолей, и они имеются геморрагические узелки с участками центрального некроза. На гистологии ключевым признаком является такая двухфазная структура, сенсития цитутрофобласт с пролиферацией, и с отсутствием ворсинхариона. Выраженная АТП наблюдается, это частые метозы, и также имеются признаки венозной инвазии. И, как Майкл уже говорил, что имеется не гистационные производящие ХГЧ опухоли, и они на самом деле могут вас запутать, может быть, что это гистационная опухоль, если был длительный интервал от периода установленной беременности или при необычной зоне метастазирования. И, соответственно, очень важно нам не просто предполагать, что этот опыт является не гистационной, поскольку это может популяризовать на прогноз пациентки, и она может не получать доквантную терапию. Соответственно, важно нам оценивать, является ли трофобластический опухоль гистационной или нет, поскольку химиотерапия здесь эффективна, и терапия подстроится на основании соответствующей прогрессической системы, и терапия строится на ответе. Также установлено в реальных германативных лек, которые производят ХГЧ, также это излечимо, используя химиотерапию, однако здесь другие схемотерапии применяются. Кроме того, зачастую комбинируется терапия с хирургическим лечением, хомбируется хирургия и химиотерапия, и лечение здесь определяется скорее стадия заболевания, а не ответного терапия. Есть третья группа заболеваний, которые это не гистационная, низкодифицированная концилома, которые, к сожалению, если они дают метастазы, в них имеют очень неблагоприятный прогноз. Они могут ответить на химиотерапию, но далее они зачастую прогрессируют, как правило, они неизлечимы, и их терапия должна быть, может быть, более агрессивной. Соответственно, что мы здесь должны сказать? Здесь мы должны осмотреть возможность генетического тестирования при опухолях травопласта, если имеются метастазы, и даже если прошел длительный интервал от ранее установленной беременности, или если при опухоли матки имеет, скажем так, некую нестандартную, скажем так, нестандартные изменения. И травоптическая опухоль, естественно, мы используем здесь такую же опухоль, если она гистационная, то геном будет отражать таковую от беременности, из которой он возник, то есть мы увидим здесь отцовскую ДНК, если это не гистационная опухоль, то в геном будет присутствовать, в анализе будет присутствовать только ДНК пациентки. Это данная, опять же, которая присутствует также Розумари Фишер, и в панели слева мы видим в среднем ряду, здесь ДНК полученной от опухоли, и ДНК пациентки находится сверху. Мы также видим, что ДНК опухоль включает аллели от матери, и также, соответственно, от отца, это гистационная опухоль. Справа мы видим ДНК, которая выглядит очень похоже на ДНК пациентки, и которая, то есть это, соответственно, не гистационная опухоль, и этот диагноз может очень, генетический диагноз может быть очень полезен в диагностике, скажем так. Опухоль вне ворсеничного трофобласта, это очень редкие опухоли, очень редкие опухоли зоны полуцентральной площадки, или петролиодные опухоли, они встречаются в случае 1 на 100 тысяч от беременности, и менее 0,7% всех трофобластических болезней в Великобритании, и порядка 1 до 7 случаев всех случаев трофобластических неоплазий в мире. Не так много них известны, они впервые были описаны как отдельная зоология в 76-м году, и они были распознаны как злокачественные опухоли в 1-м году, которые являются биологически уникальным после образования с хориокарциномы, отличаются от хориокарциномы, они могут развиваться после любого типа беременности, 8% после беременности с пузыром за носом, и они могут возить через несколько месяцев, даже лет после исходной беременности, и об этом будет говорить позднее Майкл. В основном они мастерятся вагинальным кровотечением, как правило, заболевание локализовано, это медленная растущая опухоль, менее сосудистая, и она обычно происходит некоторое количество ХГЧ, можно пройти до 4 лет в предыдущей беременности, и микроскопически клетки выглядят округлыми, полигональными, крупными, может, клетки промышленности, трофобласта, отсутствуют ворсины, редкие метозы с низким индексом по КИИ-67, может быть, инфильтрация волоконмиометрия, и, соответственно, инфильтративная граница, соответственно, в данной ситуации очень сложно провести операцию с сохранением органа, поскольку очень сложно установить границы этого опухоли диагностика, опухоли в сутроплощад включают вот эти заболевания, и иногда они могут выглядеть даже как плоскоклеточный рак. Итак, резюмирую. Возраст матери, пузырный занос в анамнезе, расовая принадлежность, и гаркетический регион являются фактором риска для трофобластической болезни. Частичный занос является триплоидом с двумя набором хромосом от отца. Большинство случаев полного заноса являются диплоидами, андрогенными и адрогенными по происхождению. Полный занос при семейном рецидивирующем заносе является диплоидом, но здесь набор хромосом от двух родителей. Важно ставить корректный диагноз, поскольку имеется риск малигнизации, и также это важно для графика наблюдения с конкурентом пациентов. Чрезвычайно важную роль играет централизованная подмаркологическая пересмотр препаратов. Полезными являются дополнительные диагностические техники. Неоплазии, тропотичные неоплазии и опухоли все редкие, а они, как бывает, в основном имеются хориокарцинома, опухоли излечимы. Опухоли с тропотичной морфологией и продуцирующей ХГЧ могут быть не гистационного происхождения. Мы об этом с вами говорили, и мы говорим о том, почему это важно. И мы также позднее поговорим о более, скажем так, о типичных формах. Соответственно, это формы эпидалионной тропотической опухоли, и тип тропотической опухоли в процентарной площадке. И я хотел бы поблагодарить всех тех, кто пришли здесь на списке и благодарить свою команду из Лондонского центра. И большое спасибо за ваше внимание.